Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю вас в свою скромную студию Арк ТВ в Ютубе. Вашему вниманию, с моей точки зрения, интереснейший сюжет, о чём сегодня говорят мировые СМИ. Но программа «Здесь и сейчас» телеканала «Дождь» сегодня, 25 октября 2024 года. Смотрите, слушайте. Захватническую войну, сам Путин разыскивается Международным уголовным судом. Почему вообще стало это всё возможным? Вот эта встреча, вот эти новые отношения. Поговорим об этом с политологом Иваном Преображенским. Иван, здравствуйте. Добрый день. Но я сегодня наблюдаю, как целый день самые разные люди возмущаются именно появлением Гутерриша на саммите Брикс и его таким вроде бы дружественным, дружеским общением с Владимиром Путиным, который как бы должен быть таким инфанториблем, персоной нон-грата для него, для Гутерриша, для ООН в какой-то степени. Ну, давайте, честно скажем, с сервильным достаточно поведением просто. И оно, в общем, достаточно легко объясняется. Во-первых, ООН как организация отчасти зависит от российских платежей. Многие организации внутри ООН получают значительное количество денег из России. Так же, как и из других стран, безусловно, взнос США, например, значительно больший. Но, тем не менее, Россия пользуется влиянием внутри ООН, которое сохранилось с советских времен. И влияет в том числе на выборы, собственно, генерального секретаря. Генеральный секретарь Гутерриш не имеет практически шансов, ну, собственно, не имеет шансов остаться генеральным секретарем дальше. И, вероятнее всего, дальше ему куда-то придется устраиваться, пристраиваться и так далее. И он, очевидно, в первую очередь зависит от тех стран, которые были представлены на саммите Бриксоне, от западных демократий. От Китая, от Индии, от России. Соответственно, встреча, на которой представлены лидеры всех этих государств, неизбежно привлекает Гутерриши. Путин был принимающей стороной, поэтому мы увидели эти кадры. Я думаю, мы, если бы увидели, насколько он сгибается, общаясь с председателем КНР или с премьер-министром Индии, мы бы поняли, что там степень сервильности не ниже, а, возможно, и выше, чем с Владимиром Путиным. Так что Гутерриш, понятно, что технически он объясняет это так, что он не может не приехать на саммит, который собирает, скажем так, большую половину человечества, просто по численности населения всех представленных там стран. Но в реальности, безусловно, он приезжает к тем людям, от которых он стратегически, бюрократически, финансово зависим. И, соответственно, после того, как его объявили персоной Нонграда в Израиле, а Израиль поддерживается США, соответственно, частью западных демократий тоже, понятно, что у него еще больше стимулов склоняться в сторону авторитарных, на самом деле, режимов. И если не представлять их интересы напрямую, то, по крайней мере, встречаться с ними, общаться с ними, так, как он сделал в Москве. Сегодня стало известно, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда пришла к выводу, что в сентябре Монголия нарушила римский статут, когда не арестовала Путина во время его визита в Улан-Батер. Теперь, рассматривая ситуацию, будет ассамблея государств-участниц МУС. Как вы считаете, почему только сейчас они осознали это нарушение Монголии, какие могут быть последствия? Я думаю, что здесь история состоит в том, что Монголия никаких последствий серьезных не понесет, но символически необходимо было каким-то образом на это отреагировать. Речь идет о том, что безусловное нарушение было. У Монголии, наверное, есть своя аргументация. Мы знаем, что подобные страны аргументируют такие истории тем, что они... Как в свое время президент ЮАР, когда он говорил о том, что Путин может приехать, хотя в итоге прокуратура ЮАР посчитала иначе. Он упирал именно на то, что на глав государств не распространяются подобные ограничения, и якобы есть подобные исторические прецеденты. Глава государства пользуется какой-то повышенной легитимностью именно как глава государства. У него есть некий иммунитет перед подобным международным преследованием. И на эту тему действительно есть определенное количество международных разнообразных юридических споров. Соответственно, Монголия будет рассказывать именно на это. Международный уголовный суд будет упирать на то, что Монголия подписала римские статуты, соответственно, безусловно и беспрекословно должна выполнять требования международного уголовного суда. А наказать Монголию при этом никаким образом нельзя будет, потому что никаких инструментов для наказания, собственно, не прописано. Хорошо, соберутся страны-члены, как-то это между собой обсудят, скажем так, выразят глубочайшую озабоченность поведения в Монголии. Но для Монголии, для которой Россия является главным военно-стратегическим союзником и историческим гарантом своего существования государства, поскольку Монголия традиционно и исторически опасается китайской оккупации, ничего не меняется, и здесь Монголия никак по-другому себя не поведет и в будущем. Вот это появилось новое, что Зеленский отказал генсепу Антонио Гутерришу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщают Айфпи, РБК Украины со ссылкой на источники в офисе президента Украины. Абсолютно логичная, разумная реакция на действия человека, которых и специальными представителями в зону этого вооруженного конфликта, точнее, попросту говоря, российской агрессии против Украины, отправляет людей, мягко говоря, связанных с Россией. Спасибо большое. Это был политолог Иван Преображенский. Но я хочу напомнить, что вы не должны пропустить завтра премьеру новой программы Михаила Козырева «Немой, а рок-н-ролл» на YouTube-канале «Дождя», когда мы свернули не туда, где та историческая точка, когда страна полетела в пропасть. Михаил Козырев и его гости пытаются понять, могла ли музыка что-то изменить. В первой серии нового цикла поговорим о митингах на Болотной и Сафарова в 11-19-м годах, о музыке протеста и о том, что белоленточной революции не хватило для победы. Слухи о политизированности русскоязычного рога всегда были преувеличены. Русский рог имел не антигосударственную, а скорее антиинтелепенскую направленность. И он был такой, был шпаный. Все работали, заработали приличные деньги. Всех задолбало, снизовали в цемере. Все молчали. Ну, более или менее. Мы нормальные люди, мы хотим нормальную жизнь. Путина в отставку! Каждый день после вторжения России в Украину, я, как и многие, отчаянно пытаюсь понять, в каком месте мы не туда свернут. Многие сказали, мы вас поддержим, но не придем. Где та историческая точка, на которой еще можно было что-то сделать? Главным образом собирался и российский средний блажен. Я здесь, как обманутый избиратель и гражданин. Поскольку я всю свою жизнь занимался музыкальным радио и телевидением, я пытаюсь понять, а могла ли музыка что-то изменить? Не мой рок-н-ролл. Первая серия. Смотрите завтра на YouTube-канале Дождя. Бог даст, посмотрим, послушаем. Уважаемые друзья в социальных сетях, вы все видели, слышали. И сегодня, повторяю, мировые агентства обсуждают факт о рукопожатии Гутерша с Путиным. Одним словом, есть над чем задуматься в эти тревожные времена. Ни о каких лайках я не прошу, но предлагаю делитесь этим видео. И будьте все здоровы, благополучны. Несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии сегодня, 25 октября 2024 года. Бог даст увидимся, Бог даст услышимся. Пока, пока.